Дорогие друзья, я Юрий Мамлеев, писатель, философ. Я должен сказать, что когда у меня несколько лет назад была тяжелая операция, и я, в общем-то, был на грани, когда меня везли на операцию, я обратился к Богу и сказал, мысленно, что мне рано уходить, так как я не могу оставить свою жену, я её люблю, Машу. И второе, что моё творчество ещё не закончено, что впереди я ожидаю, чувствую в душе, что надо ещё написать нечто существенное. Ну, так вот, в такой ещё более простой форме я сказал, и так оно и оказалось. Я вернулся, и после этого я написал вот несколько книг. Уже это было в пятом году, значит, примерно с шестого года, ну, где-то шесть лет. Вот. За эти шесть лет я написал, по крайней мере, четыре, четыре-пять книг. Вот. В том числе вот эти две, которые лежат перед вами. Хочу к вам обратиться по поводу моих книг и рассказать о них, что они могут принести вам, лично вам. О моих книгах много написано. И на Западе, и здесь считают, что мои книги обладают одним свойством. Это свойство менять сознание людей, менять их души. Но меняются они иногда неожиданно, совершенно непредсказуемо. Поэтому не так просто сказать, что вы получите, прочтя мои книги. Но о двух книгах, по крайней мере, я знаю точно, что вы получите, прочтя их. Первая книга называется «Роман Шатуны». Прочтя эту книгу, вы узнаете одну вещь, что человек может быть страшен. Что это значит? Это значит следующее. Он не обязательно страшен, как, скажем, как убийца, да? Потому что люди привыкли убивать. Ничего в этом особенного нет. Они убивают животных, убивают сами себя на войнах. На грабежах и так далее. Он страшен не потому, с моей точки зрения, что он может убивать. Хотя главный герой этой книги формально – убийца. Он страшен потому, что в нём раскрывается то, в его душе, что в обычной жизни у человека находится в сонном состоянии. Просто он как бы спит. И вот в этой книге рассказывается, что будет человеком, если некоторые клапаны в его душе раскроются и хлынет то великое неизвестное, что находится в каждом из нас. Вы знаете, хотя эта книга о том, как может быть страшен человек, но я расскажу вам историю, она стала уже классикой, которая случилась с двумя русскими музыкантами в Берлине. Они впали в депрессию и решили покончить самоубийство. И тут им подвернулся этот роман Шатуми, который они стали читать, увлеклись, и, читая попеременно, прочли за ночь. И когда они прочли эту книгу, они решили не убивать себя. Почему? Я точно не знаю. Но они рассказывали потом, что жизнь им показалась, благодаря этой книге, настолько фантастичной и необычной, что они решили, стоит жить, чтобы хотя бы испытать вот эту фантастичность жизни. Это относится ко многим моим романам. Другой роман, «Московский гамбит», он как раз очень такой реалистический, он описывает жизнь. И когда я пытался издать этот роман на Западе, это был единственный мой роман, который не был принят. Потому что сказали, что таких людей не может быть. Не может быть и всё. Это фантастика. А между тем я рисовал этих людей просто с натуры. Это были реальные люди, которых я описывал в этом романе. Поэтому вы увидите и в шатунах, и в московском гамбите, что фантастичным может быть не просто Гавайские острова или африканские джунгли, а фантастичным может быть наша душа. И только тогда, когда она спит, она кажется, что её или нет вообще, или она проявляет себя настолько банально, как будто это картинки в телевидении. А вот последняя книга, которая лежит перед вами, она называется «После конца». Это совсем другая книга. Это книга о том, что может быть скоро или не скоро осуществится. То есть она как будто бы о будущем. Но в то же время этот роман называют реалистическим романом, потому что там показано всё то, что существует сейчас. Но в таком гротескном, преувеличенном масштабе все такие кошмары нашей жизни тут увеличены как до гротескного такого размера. И вместе с тем, поскольку это всё-таки роман о будущем, и его, я надеюсь, будут читать в этом будущем, там есть моменты, которые не могут осуществиться в нашем мире. Никак не могут. А там они осуществились. И с этой точки зрения, прочтя этот роман, вы, может быть, проникнете в далёкое будущее. Я не буду говорить о том, что реально существует там и не существует сейчас. Это не проблемы технологии, техники и прочих мнимых чудес. потому что всё это только поверхность. Это может быть, может не быть. Не это главное, а то, что произойдёт, это в значительной степени непредсказуемо. Тем не менее, тут есть попытки это изобразить. Знаете, есть такой писатель, Владимир Набоков, был вернее, да, и в одном из его рассказов один человек просил своего друга, врача, кажется, по профессии, рассказать ему, как устроен мир. Дело в том, что этот его друг, о нём ходили слухи, что вот он знает тайну тайн, как устроен мир и вообще, что это такое, и как понять всё, что происходит здесь. Этот друг отказывал ему такой просьбе. Тот умолял, умолял его. Наконец, он прошептал нашему герою, шептал, шептал. И когда кончил, герой наш умер. Но он умер не от горя, он умер от удивления. То есть, то, что он ему раскрыл, было настолько удивительно, что не вмещалось в его мозг. И вот это и есть будущее. Будущее, настоящее будущее. Есть то, что не вмещается в наш мозг. Здесь, в этом романе, сделана попытка изобразить то, что не вмещается в наш мозг. И также то, что уже давно вместилось в наш мозг. И уже давно существует. Вот, что может дать вот эта третья книга, о которой я вам рассказал. Есть ещё одна, совершенно другая книга. Эта книга противоположна роману после конца. Это вовсе не роман. Это просто книга. Называется эта книга «Россия вечная». То есть, это книга о нашей родине, о России. что может дать эта книга? Она описывает Россию, не сегодняшнюю Россию, она описывает всю Россию, какой она была, какая она есть сегодня, и что в ней есть то, что действительно ценно и будет существовать вечно. Поэтому эта книга называется «Россия вечная». Что вы можете, так сказать, получить, прочтя эту книгу? Я думаю, что если вы, так сказать, её осилите, она на самом деле написана довольно простым языком, хотя в ней есть довольно необычные тексты. Но есть, она состоит из некоторых частей, из статей, более простых, чем основное содержание. Есть и о сегодняшней России конкретной. В общем, Россия во всех аспектах. И описано, как я пришёл к этой книге. Вы можете, я думаю, вы можете получить от этой книги одно – любовь к России. Такую любовь, которая выше обычного человеческого рассудка. То есть, я имею в виду, что эта любовь, как и любовь, скажем, к матери, не зависит от того, плохо ли в этой стране, хорошо ли в этой стране живётся. и какая там власть. А потому что здесь речь идёт не о государстве, а о стране, о людях, то есть, о нас, и о культуре России. Вот. и я думаю, я думаю, что эта книга способна дать людям такую любовь, которая не зависит ни от каких условий. Любовь, которую успевали наши великие поэты, такие, такие как Вермонтов, Есенин, Блок, Волошин. Здесь приводятся в конце стихи русских поэтов о России. И просто даже прочтя эти стихи, вы почувствуете, насколько велика по своему духу наша Родина и насколько люди, которые жили до нас, пытались понять её, разгадать её и пришли, в конце концов, к тому, что в основе лежит какая-то великая тайна, тайна России, тайна её предназначения в мире, которая ещё не разгадана. Вот эта книга как раз об этом. И если этот текст дойдёт до потомков, да, до людей, живущих в будущем по отношению к нам, конечно, то мне кажется, что и для них эта книга будет своеобразным открытием, по крайней мере, для тех, кто её с ней не знакомы, потому что открывая Россию, вы открываете сами себя. Это есть такой закон, что душа человеческая отражает тот космос, тот мир, в котором она находится. Поэтому, познав Россию до конца, до того конца, который возможен, потому что ощущение у наших великих поэтов было то, что Россия, по сути, пока непознаваема. И если вы познаете её, вы познаете сами себя. Вот на этом я хотел бы, так сказать, закончить. Но скажу ещё, если уж здесь речь зашла о потомках, то совершенно очевидно, что если обращаться уже к тем, кто будет в будущем, тем более, более-менее отдалённом будущем, что вы живёте в мире, который абсолютно не похож на наш. Потому что время меняет всё. Оно меняет людей, меняет циклы развития, меняет психологию людей. Но в основе всё-таки люди остаётся людьми, и вот то начало России, которое есть в людях, оно вечно, но как бы продолжает существовать в разных формах. Хотя человек времён Ивана Грозного, человек даже начала 19-го века, и современный человек, казалось, это разные люди, да, но если мы углубимся, то увидим ту вечную нить, которая их соединяет. Я хочу сказать, что возможно, вы живёте в лучшем мире, чем живём мы, потому что 20-й век, который мы прожили, это страшный век, это век крови, и главное, век глобальных, чудовищных заблуждений, и ради этих заблуждений люди гибли, гибли честно, искренне, веря в эти заблуждения. 20-й век подарил нам историю многих заблуждений, ради которых лилась кровь. То есть глупость человеческая чудовищная. Она, в конце концов, отрезала человека от Бога, рухнули фактически религии, миллионы людей отошли от веры в своё бессмертие, и они оказались просто в психологической западне, потому что если человек чувствует себя живущим только какие-то ничтожные 60-70-80 лет, то чувство обречённости неизбежно входит в его душу. Наполеон был великий практик, психолог, может быть, вы слышали это имя, и он в заключении своих войн, своих действий сказал, можно верить или не верить в Бога, но жить без религии невозможно, общество без религии обречено. Вот я надеюсь, что вы после этого цикла, в котором мы живём, цикла грубого, материалистического, в котором пали духовные ценности предыдущих наших людей, вы в чём-то вернулись в другой форме по крайней мере ко многим утерянным человеческим ценностям, которые мы в 20 веке, а может быть, ещё раньше, потеряли во всём мире причём. И поэтому я надеюсь, что вы всё-таки живёте в лучшем мире, чем мы. Но не обольщайтесь, потому что жить в неком идеальном мире, в неком благостном мире — это утопия, это невозможно в этом мире, потому что этот мир несовершенен по принципу. Поэтому если опять после этого возможного благоденствия и духовного процветания, в котором, может быть, вы живёте, наступит опять спад, опять будет тяжелее, не удивляйтесь, просто такие испытания, такие циклы меняются, постепенно меняются, и если вы опять попадёте в плохое время, то знайте, что это испытание, и имейте мужество всё это переносить. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok